Премьер-министр России Дмитрий Медведев посоветовал украинцам беречь своё правительство. Друзья, честно говоря, звучит как лозунг фонда по защите редких животных. Берегите членов правительства, ведь их осталось совсем немного. Об этом премьер сказал украинским предпринимателям, собравшимся на инвестиционном форуме стран СНГ в Ялте. Цитирую. Берегите своё правительство, потому что когда оно меняется, оно увеличивает налоги. Режимировал Медведев. Спасибо за рекомендацию, Дмитрий Анатольевич. Но знаете что? Судя по количеству охраны, они и сами неплохо справляются со своим сбережением. А вообще, конечно, спасибо вам за то, что вы переживаете о своих коллегах. Насчёт того, чтобы беречь правительство, тут мы, конечно, согласны. Ведь глава правительства Николай Азаров является правой рукой нашего президента. А как президенту без правой руки-то? Береги руку, Ксения, береги. Тем более, кому, как не Дмитрию Медведеву, знать, как правильно беречь своё правительство. Можно даже сказать, хранить. И это я сейчас не о Ленине. Ведь судя по тому, какая стабильность наблюдается в российской власти, в России должны быть одни из самых низких в мире налогов. Вообще, Дмитрий Анатольевич, у каждого правительства, независимо от страны, есть свой срок годности. И если правительство слишком долго беречь, то оно может испортиться. И, судя по всему, у нашего срок годности уже подходит к концу. Так что мы уж как-нибудь сами решим, что нам делать со своим правительством. Ведь, как говорится, лучшая власть в народных руках, чем журавль в небе. Субтитры создавал DimaTorzok